Здравствуйте! Я уже много лет, по нескольку раз в день, 3-5, когда больше, просматриваю новостную ленту сайта Лента.ру. Многие мои или часть из моих знакомых надо мной смеются, типа, нахрена тебе этот вот расистский ресурс? Я всегда объясняю, что, почитав одни только заголовки, уже в цирк ходить не надо, все замечательно. А если уж сами тексты, я не говорю про опечатки, грамматические и стилистические ошибки, я не об этом. И о том, что Лента.ру, ну не только она, но и другие ресурсы российские, я не смотрю, не читаю, хватает этого. Так вот, часто там заголовки, типа, ну, из-за тяжелой экономической ситуации англичане доедают еду за своими домашними животными, Франция выступает там против помощи Украине дальнейшей, в Германии протестуют против ухудшения условий жизни в связи с помощью Украине, ну и так далее. Там какой-то генерал отставной чего-то там выступил, отставной еще кто-нибудь бывший, такой-то политолог или колумбист такой-то газеты. И это все выдается, как правило, за мнение или за ситуацию в целом по стране. Не буду за остальные страны говорить, скажу немножко за Германию. Значит, выступление против помощи, дальнейшее или увеличение помощи Украине, дальнейшей помощи Украине протестующих там, в лучшем случае наберется несколько сотен, ну, может, тысячи. Организовывают их, кто альтернатива для Германии, известная везде партия, то еще кто-нибудь. То есть, тысячи протестующих из 80 с гаком миллионов жителей, ну да, это мнение всей страны. И то, что в Германии недовольны притоком украинских беженцев, где-то там то стекла бьют в общежитии, то еще где-то. Во-первых, как правило, это происходит на территории бывшей ГДР. Не всегда, но достаточно часто. Ну, специфически там народ до сих пор живет, несмотря на четверто-десяток лет объединенной страны, так они были раньше против сирийских беженцев и против в той или иной степени поздних переселенцев, и против еврейской эмиграции, лишь бы против чего-то выступать. Не говоря про то, что есть реальные экстремистские организации, типа граждан рейха и так далее. То есть все это в порядке вещей, к сожалению. Ну и вот в связи с этими, скажем, потугами ленты РУ выдать мнение кого-то там, одного человека, представителя одной партии или какой-нибудь организации типа рога и копыта за мнение всей страны, жителей всей страны. Позволю себе такую вольность. В общем-то, имею право. Я гражданин Германии, свободный немецкий журналист, многолетний, член одного из трех крупнейших объединений журналистов, т.е. в данном случае Союза немецкой прессы. Поэтому могу тоже выступить вот в таком ключе. Правда, лента РУ это не опубликует, но это ее проблема. Так вот, в этом ключе я хочу сказать, что Германия с Украиной. На всех, без исключения, вагонах метро в Ганновере, и спереди, и сзади, ну поскольку в одну сторону он идет, это у него вперед, в другую сторону, наоборот. Так вот, на всех вагонах метро наклеены сердечки в цветах украинского флага. Мелочь. Но, как бы то ни было, на психику и на отношения все равно действуют. И украинские флаги возле университета, и возле других административных, государственных зданий. и опять же в стиле Лентару позволил взять на себя ответственность заявить, что на бытовом уровне, в крайнем случае, я от коренных жителей, да и не только коренных, и от проживающих здесь турок и поляков, тем более поляков, никогда не слышал явного недовольства притоком украинских беженцев. Да, обсуждают, что некоторые из них приехали на дорогощих машинах, еще какие-то моменты, и то, что не все стремятся найти работу, ну так это стремятся, так что я попробую ее найти. Разные варианты, тем более без знания языка. Тем не менее, и волонтеры, и просто жители помогают с поиском квартир, и он, я сам недавно перечислил небольшую сумму денег общественному объединению из Штутграда, которая помогает, так сказать, животным беженцам с Украины, которые находятся вот в приютах, там, или где, то ли хозяева у них нету, то ли еще какие-то варианты, то ли хозяева не могут с ними жить, пока там где-то находятся. Ну, в общем, перечислил туда денежку. И я не думаю, что я один такой. То есть, точно в этом уверен. Поэтому на бытовом уровне вот эти все сказки о том, что вся Европа уже стонет, и вот цены на газ, да цены росли, растут, и ничего нового или удивительного в этом нет. И многие здешние законы в плане оплаты жилья, оплаты коммунальных услуг, сами немцы признают, что они немножечко, мягко говорят, с дурком, но, тем не менее, ничего с этим не поделаешь. Единственное, что еще раз рискну утверждать, что подавляющее большинство жителей Германии все-таки понимают, что а, война это плохо в любом варианте, б, если бы Россия не напала на Украину, то ничего бы этого не было, ни энергетического кризиса, ни притока беженцев, ну, в общем, ни Украина в этом виновата. Ну, и не встречал нигде и ни от кого не слышал, чтобы где-то в офисах, в магазинах, в ресторанах подвергались русскоговорящей какой-то дискриминации, возможно, и есть, но дело в том, что одно дело русскоговорящее, давно живущее здесь, которое в подавляющем большинстве тут же перейдут на немецкий и любому объяснят, что он сам дурак, другое дело туристы или кто-то еще из России, которых, не знаю, сейчас есть они вообще, ну, разве что эти все из большой московской тусовки, смотрите некоторые из моих предыдущих видео по этому поводу, ну, так это их проблемы. Где-то летом еще, наверное, мы шли как-то с женой по нашему Гарбсону, ну, естественно, между собой разговаривали на русском. Прошли мимо двух турок стоящих. Те услышали русскую речь и один из них в следном в спину Путин Шайзе. Для тех, кто не знает, в переводе с немецкого это дерьмо. Моя жена повернулась и на том же немецком ответила «Я Путин Шайзе». Турки заржали и на этом мы разошлись. Это вот небольшой штришок к портрету, так сказать, среднестатистического жителя Германии. И что-то мне подсказывает и по риторике правительства, меняющиеся в нужную сторону по многим другим аспектам, что отношения и руководства страны, и населения в целом вряд ли кардинально изменятся. Ну, разве что еще больше начнут ну, не то, чтобы ненавидеть русских, но близко к этому. Так что оставайтесь здоровы, слава Украине, живи Беларусь!